Права предпринимателей, меры по защите малого бизнеса и контролю над ним обсудили в четверг на заседании профильного общественного совета при прокуратуре Ивановской области. Со своими проблемами предприниматели не спешат идти в надзорный орган. Первая инстанция – профильный, уполномоченный по правам. К нему регулярно обращаются с претензиями к таможенной службе, налоговой и прочим ведомствам. При введении единого государственного реестра юридических лиц, также при налоговом контроле, при налоговом декларировании, при возмещении налогов из бюджета. Что же касается прокурорской работы, особое место здесь занимают проверки законности реализации алкоголя. И здесь предприниматели сами нередко игнорируют закон. В нашем регионе данную продукцию производят четыре предприятия. В деятельности данных организаций также были выявлены нарушения, касающиеся хранения акцизных марок, оформления товарно-транспортных документов, постановки на баланс основного технологического оборудования. Прокуратура проверяет как производителей горячительного, так и продавцов. Проведены проверки в отношении 332 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом в деятельности 117 были выявлены нарушения. Нарушения касались реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии, реализации продукции с текшим сроком годности, с использованием поддельных товарных знаков, акцизов, отсутствия сопроводительных документов на продукцию, неправильного оформления ценников, ненадлежащего введения учета реализованной алкогольной продукции, а также несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Еще одна злободневная проблема – коррупция. Но тут, как признаются прокурорские работники, похвастаться нечем. За 2016 год в надзорное ведомство поступило всего два обращения от бизнесменов, сообщивших о коррупции в органах власти. В одном из случаев жаловался предприниматель на департамент здравоохранения, а точнее на его руководителя Светлану Романчук. В 2016 году на аппаратном совещании озвучило рекомендацию областным учреждениям здравоохранения заключать соответствующие контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования с конкретной коммерческой организацией. Материалы проверки и информация были направлены в управление Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области для принятия решения о проведении расследования по данному факту с целью определения наличия в действиях Романчук признаков ограничения конкуренции. Столь малое количество сообщений о коррупции объясняется отнюдь не отсутствием такого рода нарушений в Иванове. Тут одно из двух. Либо у предпринимателей низкая гражданская активность, либо они сами участвуют в коррупционных схемах. Но в этом, как говорится, разберется следствие. Если доберется. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.